Он поблагодарил бойцов, отметив их мужество и героизм, с которыми солдаты сражаются за родину и наградил участников маршрута именными часами. Я благодарен вам, товарищи солдаты, за то, что вы прошли этот марш-бросок. У вас был самый сложный промежуток, 1300 километров вы прошли, и вы смогли выстоять, вы смогли преодолеть все трудности и продемонстрировать свои лучшие человеческие и профессиональные качества. И я уверен, те, кто прошел этот марш-бросок, смогут выполнить любую боевую задачу, которую перед вами поставит Родина. Вы должны понимать и знать ту память о наших ветеранах, о тех победах во время Великой Отечественной войны, о кунниковцах, мы должны помнить, знать и передавать своим детям в последующем поколении. Потому что из этой памяти исходит и сущность в сегодняшней нашей жизни, смысл жизни одного единого великого народа, народа-победителя. Не на словах, а на деле. После торжественной церемонии офицеры продемонстрировали элементы армейского рукопашного боя и стрельбы. Напомню, беспрецедентный марш-бросок был приурочен к 75-летию со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, вековому юбилею Рязанского училища ВДВ и столетию Красной Армии. Большую часть пути офицеры преодолели бегом, а на лыжи встали только в заснеженной местности. В шести городах бойцы делали остановки, встречались со школьниками, возлагали цветы к воинским мемориалам.